Теперь для того, чтобы воспользоваться Wi-Fi в общественном месте, необходимо будет авторизоваться. Студентка Анна Малистова, девушка активная, в будущем хочет стать журналистом. Она признается, часто приходится перекусывать в кафе. Для учебы ей постоянно нужен интернет, поэтому доступная сеть Wi-Fi во многом помогает. К нововведениям, которые уже вступили, в силу относятся с осторожностью. Ведь для того, чтобы зарегистрироваться в сети, необходимо указать личные данные. Это вызывает подозрения. Когда, ну вот лично у меня, когда меня просят номер телефона, когда мне приходят какие-то смс, это еще как-то все-таки больше времени занимает. То есть легче просто прийти, подключиться и все. Несмотря на то, что на абонентов, которые организуют Wi-Fi сеть, могут лечь дополнительные финансовые нагрузки в виде приобретения необходимой аппаратуры и программного обеспечения, интернет для посетителей должен остаться бесплатным. Представители кафе, где люди чаще всего используют Wi-Fi, относятся к новым правилам положительно и уверены, что на их работу они не повлияют. Зайти в интернет может каждый. Интернет всегда отслеживается. Занимает это всего лишь пару секунд. Вводишь номер, приходит тут же смс. Иногда бывают задержки, но это сбои уже интернета. А так, пришла смс, вводишь, все, у тебя интернет работает и хорошо работает. Никаких сбоев, ничего. В следующий раз приходишь, у тебя уже не надо будет вводить номер телефона, у тебя автоматически уже подключается. Авторизоваться для использования Wi-Fi точек в общественных местах достаточно просто. Это отнимет всего несколько минут времени, уверяют специалисты. Основных методов, которые реализует оператор связи, это через звонок с номера сотового телефона, либо через смс. Второй метод через сайт госуслуг, где пользователь однозначно зарегистрирован под своим фамилией и имя отчества. Пользователи интернета по-разному относятся к нововведениям, но как бы то ни было, главная цель новых правил – в первую очередь обезопасить людей. Любая информация экстремистского характера будет отслеживаться компетентными органами. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин